Фары слепят. Слушай, ну ты извини, конечно, но как бы с рождения, по природе, да, я тебя удивлю, у нас у каждого есть грудь, да, если ты об этом не знал, то пора вернуться на уроки биологии в школу и изучить этот момент, да, как бы. У тебя они, кстати, тоже есть, ты под майку загляни, тоже увидишь. Ты реально замужем? Ну да, реально. Ну так реально слепить жестко. А что слепит? У меня просто облегающий гольф. Что слепит? У меня что, нижнее белье-то есть? Что слепит? То, что у меня силуэт виден? Ну, фу, круто. Порадуйся за меня, у меня есть грудь. Пик-ми эта девушка, которая откровенная, а найт-про эта девушка, которая ходит и снимает голову. О, блин, жесть. Ну я вроде не найт-про. Ничего не слепит. Да, меня это вообще не парит. Пишите, пишите, что хотите. Главное, пишите, вы мне так актив поднимаете, я жестко люблю вас. Хорошие вы, люди мои, сладенькие пуполки. Хочу кота. Хочу кота. А где ты? О, здравствуйте. Или привет, Даник, это ты? Я сейчас нахожусь на работе, я в архиве. Архив. В архиве, пока тут. Спасибо большое за подарочки. Привет. Спасибо вам большое, это прикольно. Спасибо, вы тоже такие классные. Не все. Почти все. Ты в России? Нет, я в Беларуси. Не за что. Никогда так не говори. Если бы было не за что, спасибо, вы не говорили. Запомню. Покажите тебе. Сначала ты покажите тебе, да. Славик, спасибо большое. А я прикольная, ты очень прикольная. В Минске? Не совсем. Не совсем. Мы с вами можем увидеться случайным образом, если вам повезет. Как бы, да? Если вам повезет, то в субботу мы с вами увидимся, потому что... А в пятницу, да, когда? В субботу, точнее, я буду в Минске. Вы очень красиво зря не ноете украшения. Не буду украшать. Спасибо вам большое. Но мне сейчас с этого ракурса тоже нравится мое лицо. А когда вот там у меня стоял телефон, мне не нравилось, как выглядит мое лицо. С такого ракурса просто норм. С такого света, да? Кто зарядил посудомойку? Сколько с мужем вместе? Пять лет с чем-то. Когда ты вышла замуж? 14 октября. Ой, 14 сентября. Я тебя видела на днях, дал мелочи. Блин, спасибо, кстати. Но ты так мало дал, что мне даже не хватило на жвачку. Поэтому в следующий раз, да, пожалуйста, больше. Я постеснялась тебе про это говорить. Ну да, мы с 19-го года. Девочки, спасибо, мальчики вам большое. Про все. Про все. За все. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за это. Вот вам, чекупай. Гитара. Ну да. Спасибо вам большое, Славик. Спасибо. Деда, хочешь? Ну нет, сейчас нет. Ну посмотрите на меня, пожалуйста. Какие мне сейчас дети? Я не созревший человек еще к детям. Я кота не могу взять, а ум не про детей. Мария, спасибо вам большое за ров за три штуки. Где ты руки так накачала? А где вы видите, что они накачаны? Они не накачаны. Я бы хотела все-таки его. Такие. Подмышки мокрые, что ли? Не видно вроде, да? А, видно. Sorry. Маленький нюансик такой. А мы как бы забыли. Забыли все, что вы сейчас видели. Все забудьте. Обнуляем. Давайте вернемся в начало. Где работаешь? Я работаю в одной интересной организации. Молодежной, хорошей. Жесть вообще. Блин, как я жестко вспотела. Пипец. Покажи банки. Какие банки? Я могу тебе только живот показать. Друзья. У меня скоро этот. Мой блог станет этим. Министским. Понимаете? Я ко всем этим вещам. Эти мокрые подмышки, волосатые подмышки, волосатые ноги. Я ровно к этому отношусь. Я этого не сильно-то и стесняюсь. Понимаешь? Вот. Ну, как бы, есть такой нюанс. Есть такой нюанс. По природе у нас есть такие специфические места, которые там спотеть могут и так далее. Этого не нужно бояться, этого не нужно стыдиться. Но оно есть. От этого никак не избавиться. Вот. Спасибо большое, Славик. Потная картошка. Почему картошка? Почему картошка называете? Фейс картошка? Я не картошка. С какого города? Из города Молодечно. Проблема такая, если ничего со мной не поделаешься. Ну, потому что душно. У нас прям реально душно. Чтобы вы понимали, я сижу на работе в майке. То есть на улице минус 100 примерно. А на работе я сижу в майке, потому что у нас реально жара. Это ж видно, я и решила сегодня переодеться. Длинный рукав. Вот вам доказательства того, что у нас реально душно. Данечку, спасибо тебе большое. Кратофан. Я картошка? Ну, ладно. Ну, пускай я люблю картошку. Вот это запечено, особенно. Сама, кстати, в духовке делала. Спасибо. Даник, спасибо. Кто тебя зарядил? Ну, потому что вы, я же говорю, я еще в субботу еду в Минск. Я еще так довольна. У меня еще ботинки порвались, это випец вы бы знали. Друзья, я думаю, почему мне так неудобно ходить. А у меня отлетела, короче, подошва жесткая, вот она прям отклеилась. Она своей жизнью живет, у меня нога живет своей жизнью, отдельно от ботинка, поэтому извините, я сегодня вообще жесткая. Небритая, потому что парня нет. Правильно, у меня нет парня, у меня есть муж. А? Сидеть. Завидую твоему мужу. Слушай, у нас разного бывает. На самом деле у меня характер не такой, я могу быть вот такая, типа, вот такая. Понимаешь? Вот это вот все. Редко кто на самом деле показывает в соцсетях всю свою жизнь. Понимаете? Все себя показывают с большего. То есть есть блогеры, которые показывают там и внутряночку пытаются вести там в какую-то, скажем так, ну не все прекрасно показывать, а показывать жизнь, как она есть на самом деле. Вот. Но это не все так делают. Понимаете? Вот. И все мы хотим показывать тебя с хорошей стороны. Вот. И я тоже. В том числе. Как это проявляется с моей стороны-то? Я, когда в плохом настроении, в плохом состоянии, не в ресурсе, я не выхожу к вам для того, чтобы... То есть я выхожу к вам, я делюсь энергией с вами, вы делитесь энергией со мной, и у нас взаимоотмен, и мы такие ля-ля-ля-ля-ля. Когда у меня нет энергии, я к вам не выхожу, потому что я буду сидеть вот так. И вы так будете сидеть, думаете, что за фуфло? И перевеснули, да? А тут вы можете переяснить с мыслями, что за фуфло? Да вы можете подумать, блин, что за веселое фуфло, да? Ну, вот так вот, да? Типа, ну, уже немножечко меняется как бы смысл, да, происходящего. Ну, понимаете, как бы, да? Спасибо тебе большое, Дэнечка. Ну, что ты мне закидываешь бирюзовыми сердцами, какими-то звуками музыки. Спасибо тебе большое. Спасибо, Славечка, спасибо тебе большое. Девочки, мальчики, спасибо вам. Можешь быть занудой? Ну, я вот такая... Я козирог по своей натуре. Я филолог. То есть я филолог, козирог. Я могу быть душновато, когда... Ну, это только касается близкого моего окружения. Понимаешь? Близкого окружения. Я могу начинать там, если что-то неправильно что-то говорить, я могу начинать исправлять, да? Я могу поддушневать чуть-чуть, да? Это вот там, может быть, даже чуть-чуть и занудство видишь даже, да? Ну, как бы... Ну, что же тебе сказать-то? Нечасто это бывает. Потому что... Ну, всё, да. У тебя мания? Да. Славик, спасибо большое. Не торты, а торты? Да, торты. Я тоже кодирую. Кодирую. Ты декабрьская. Я январская. У меня 6 января день рождения. Так что поставьте, пожалуйста, все себе 4 напоминания и подарите мне просто майбах. А я пока закатаю свою губу, но... Да? Я уже в этот мир послала пожелания. Если что, имейте в виду. Славик, спасибо тебе большое за подарок. Мне так приятно. Какие вы приятные люди. У моей куму что выверяют день рождения. Класс. Будете помнить сразу, видеть, у вас с кумой буду ещё и ассоциироваться. Это приятно. Спасибо, Славич, тебе большое. Лихоност. Спасибо тебе огромное. Накидали мне всего приятные люди. У меня сегодня такие сидят и люблю с людьми. Опа, опа, люди. Опа, опа, люди. Опа, опа. Спасибо вам большое. Ну вот у меня столько энергии. Куда мне здесь придеть? Пойти вам документы делать сейчас уже на работе или что? Жесть. Фух. Капец, блин. Я подарю тебе декретный отпуск. Клян, оставь это, пожалуйста, для кого-то другого. Я не могу принять такой жёсткий подарок от тебя, такой другой. Оставь, пожалуйста, для кого-нибудь другого. Я не могу. Перерыв? Да, у меня пока перерыв. Но у меня уже на самом деле пора возвращаться. У меня ещё ждёт один документ. Подождите. Капа. Угу. Лихность меня ещё не называли. Извини, пожалуйста. А, личность. Извините, друзья. Я просто учила немецкий язык. И мне вот эти вот английские, вот эти вот сочетания буквок мне очень сложно даются. И вообще сочетания буквок на английском мне ещё тяжелее даются, понимаете? Потому что я не учила. Я учила немецкий в школе и в университете. И ещё итальянский был у меня вторым языком, поэтому мне вообще с английским. До свидания. Александр Жуковский вернулся, брат мой. Привет. Ихвель ничт. Дастиш фантазиш, что де? Что? Дастиш фантазиш, что де? Что?